Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели». С вами Мурат Жангёзов. На этой неделе в праздничные дни Карачаева-Черкесию посетила делегация Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым. На встрече с Рашидом Тимрезовым было отмечено, что Южная Осетия, которая в этом году отмечает 15-летие признания России независимости республики, в Карачаево-Черкесию считает братским регионом. «Исторические, культурные и экономические связи между нашими регионами – основа нашего постоянного взаимодействия», – сказал Рашид Тимрезов. Он поблагодарил президента Южной Осетии за визит и укрепление взаимоотношений между двумя братскими народами. Затем в сопровождении председателя Народного собрания Александра Иванова Южная Осетинская делегация приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Святого Георгия Победоносца в селе Кастахи-Тагурово. Члены делегации возложили цветы к памятнику воинам-относельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, и обелиску погибшим детям Беслана, а также к Вечному огню в Музее защитникам перевалов Кавказа, где ознакомились с его экспозициями. Алан Гагоев поздравил жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы и отметил, что экспонаты, представленные в Музее защитником перевалов Кавказа, наглядно свидетельствуют о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Это наша история, которую необходимо чтить. Это наша история. Мы просто обязаны ценить, защищать нашу историю. Ну а то, что Кавказские республики должны вместе двигаться вперед, это безусловно, да. Это истина, от которой мы не имеем права отходить. Поэтому мы сегодня приехали в Братскую республику. В Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза вместе с министром строительства и ЖКХ республики Ренатом Семеновым встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ириком Файзулиным. Обсудили текущую ситуацию и планы по развитию этой отрасли. Прошлый год, год столетия Карачаева-Черкесии была знаменован большим количеством сданных в эксплуатацию объектов образования, культуры, спорта, благоустройства дорожной и коммунальной инфраструктуры. Начат большой объем работ по строительству систем водоснабжения в различных населенных пунктах. Республика в этом году темпов не снижает, отметил глава Рашид Тимрезов. В рамках реализации национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм России, в регионе ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству 213 объектов. Министр позитивно оценил темпы ввода многоквартирного жилья, по которым регион находится в пятерке передовых в стране. Также федеральный министр поддержал планы по дальнейшему развитию строительной отрасли республики. На этой неделе страна отметила 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Карачаево-Черкесии наиболее массовые мероприятия прошли в региональной столице. Артур Мхце продолжит. Вечный огонь на Аллее Славов в Черкесске традиционно стал отправной точкой торжественных мероприятий в честь Великого праздника. Спустя 78 лет со дня победы в Великой Отечественной войне отдать дань памяти погибшим в боях за родину бойцам пришли к мемориалу представители руководства республики, политических, общественных и ветеранских организаций. В течение всего дня по городу можно было увидеть людей, желавших поделиться с окружающими своими эмоциями от значимого события. Мой папа тоже является ветераном войны. Когда ему было 19 лет, он ушел на войну. Ушел, воевал, был ранен, был госпитализирован, долго лежал в госпитале, вернулся, командовал ротой, вернулся живым. Меня этот праздник вдохновляет на то, что все мои дяди воевали, сделали эту нашу победу для того, чтобы мы достойно несли его. Дедушка Айбазов Магомед Геннадукаевич принимал непосредственно участие и погиб на фронте в 1942 году. Пропал без вести. Скажу честно, бытует мнение, что не надо отмечать этот праздник, зачем это все нужно и для кого. А кто, если не мы? Кто, если не мы, будут передавать эту память людей, которые сражались за нашу родину? Митинг на центральной площади Черкеска, посвященный одновременно героической и трагической главе в истории Отечества, открыл руководитель республики Рашид Тимрезов, который отметил, насколько ценным был вклад каждого человека в общую победу и почему необходимо сохранить память о подвигах предков. Уважаемые земляки, наша общая задача, задача каждого гражданина России – хранить память о великом историческом пути нашей Родины, о всех пройденных трудностях, всех победах и достижениях, что очень важно для будущего нашего государства, для будущего последующих поколений. Спасибо вам, уважаемые ветераны, дорогие наши старшие. Мы гордимся вами и с достоинством следуем вашему примеру. В этот день перед участниками торжественного мероприятия также выступили те, кто отстаивает интересы Отечества в настоящее время или планирует это делать в будущем. После чего по площади прошествовали парадные расчеты военных, образовательных и патриотических коллективов, служб экстренного реагирования и казаков. Мой дедушка является участником Великой Отечественной войны. Мы очень чтим этот праздник и помним. Детям пытаемся передавать, чтобы дети не забывали, какой ценой мы сегодня живем под мирным небом, какой ценой мы заслужили это великое счастье. Великий праздник. Вот сегодня вся страна чествует победителей. И это должно передаваться из поколения в поколение. Берегите мир, берегите прелесть жизни, соединяйтесь с дружбой, человек с человеком, невзирая ни на что. Жизнь дорога, Родина еще дороже. Желаю молодым людям благополучия, счастья, чистого, прекрасного неба. В День Победы в разных микрорайонах Черкеска можно было услышать мелодии фронтовых лет и знаменитые песни, навеянные великим прошлым нашей страны. Так пришедшие в амфитеатр парка «Зеленый остров» люди с удовольствием подпевали артистам. А во время одной из композиций весь зал встал, отдавая дань уважения как исполнителю, так и героям, которым посвящена песня. Артур Мхцер, Расул Бердиев, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачао, Черкесия. В поселке Рожка у Рубского района День Победы отметили с исторической реконструкцией боев за населенный пункт. В праздновании приняли участие жители, гости и туристы из самых разных уголков России. О том, как легендарный автомобиль «Победа» встречали в горах, расскажет Фатима Даурова. Вот родинка еще работает, как часики. Каждое 9 мая она нас не подводит, вывозит нас, ветеранов привозим на ней, на памятник. Бегает еще родная. Эта победа была выпущена в 45-м. Культовая машина Советского Союза сегодня празднует свою 78-ю годовщину вместе с потомками тех, кто выковал главную победу страны в наковальне той страшной войны. Торжественным шествием к обелиску павшим солдатам началось празднование Дня Победы. Здесь люди из разных уголков страны. Это местные жители, туристы, которые семьями каждый год специально приезжают сюда на турбазу «Комбат», на базе которого вот уже много лет и организовывают такое масштабное празднование Дня Победы. Слушай, это самый святой праздник. Вот мы чтим, вот наши виды тут все. Мы каждый год здесь отмечаем, реконструкцию делаем. Поэтому это святое. И в этом месте конкретно проходил бой. Батарея лейтенанта Дударь держала фашистов, не давала им пройти. И только когда фашисты подтянули бронетехнику, авиацию, а у наших бойцов закончились снаряды, они сняли замки с пушек, а пушки столкнули в лобу. В честь этого события мы собираемся каждый год на 9 мая. Выступающие говорили о героической обороне главного Кавказского хребта в годы Великой Отечественной войны, когда шли ожесточенные боевые столкновения с элитными горными отрядами вермахта. Отсюда, с приискового поселка Рашкао, красноармейцы начали свой долгий и трудный путь в направлении Санчарского перевала. Песни военных лет знакомым напевом оглашали долину величественной реки Лаба. Казалось, ее быстрое течение гармонично аккомпанировало поющим. Когда над вековыми хребтами устремились ввысь белоснежные голуби – символы мира и надежды. Любители военной истории, поставившие своей целью историческое воссоздание эпизодов сражений, представили зрителям реконструкцию боев за поселок Рашкао. Это момент, раскрывающий события с плененым бойцами вермахта партизаном и его освобождением товарищами-однополчанами. Я прочувствовала то, что ощущали наши деды и бабушки в тот момент, когда им было безумно страшно находиться в тех же условиях, в которых находились наши бойцы. И я, в частности, меня трясло, когда я стояла перед этими немцами. Историческую действительность закрепляла и аутентичная техника – вооружение времен Великой Отечественной войны. Настоящие автоматы, пулеметы, охолощенное оружие. И мальчиши и кибальчиши сразу же проявили свой настоящий мужской интерес. Наша главная задача – это встреча с детьми, нашим детям и внукам донести, что мы великая страна, что нас никто не побеждал. И поэтому наши дети должны повторить тот подвиг, который повторили наши отцы 78 лет назад. Тем временем на привале звонко гремела посуда на военно-полевой кухне. На фронте она была душой любого подразделения. Единородная мудрость гласит – на пустой желудок много не навоюешь. Солдат может быть сколь угодно храбр, обучен и вооружен, но если он голоден, он не боец. И только за трапезой можно было немного расслабиться и отдохнуть от ужасов войны. Чтобы накормить полноценным обедом роту солдат, это 250 человек требовалось всего 4 часа. Примерно столько же людей удалось накормить поварам и сегодня. А когда сыт, и песня поется лучше. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы! Реалистичность происходящему придавали и художественные и исторические образы, постановки с музейными экспонатами. А неподражаемый звук с виниловой пластинки передавал неповторимую атмосферу военных лет. И мило срочка под горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только крое из восемнадцати ребят. А в редкие минуты затишья звучала гармошка фронтовая. Эпохи образец живой, которая когда-то на переднем крае пехоту поднимала в бой. Актив регионального отделения Единой России, депутаты всех уровней, представители городской и районной администрации, навестили ветеранов Великой Отечественной войны, узников конца гирей, тружеников тыла. Свои поздравления с Днем Победы они адресовали жителям Ост-Чикутинского района Наталье Железняковой, Марии Хутовой и Федору Смородину. Гости передали им подарки от руководства Карачаева Черкесии, района, регионального отделения партии «Единая Россия», а также именные письма, которые написали героям школьники. В этот радостный день для ветеранов прозвучали военные песни в исполнении известных артистов республики. Ветерана Великой Отечественной войны Хамита Канаматова трогательно поздравили с Днем Победы. Возле его дома состоялся праздничный мини-концерт. Как это было, расскажет Дарья Тендит. Парад у Дома ветеранов – всероссийская патриотическая акция, которая проводится для каждого ветерана войны. Учащиеся Центра образования номер 11 «Черкеска» торжественно поздравили Хамита Канаматова с Днем Победы. Они подготовили трогательные выступления. Ребята торжественно прошлись маршем к Дому ветерана, исполнили военные песни, прочитали стихотворения и вручили памятные солдатские письма-треугольники, сделанные своими руками. Юные друзья, как я раз видеть вас в таком прекрасном форме, в таком отличном настроении. Для фронтовика 9 мая – день особенный. Хамита Булович отлично помнит Победный май 45-го. Он прошел большой жизненный путь, был не просто свидетелем, но и участником многих исторических событий. За долгие годы войны Хамит Канаматов прошел множество фронтовых дорог. Калинин, Великие Луки, Смоленск, Белоруссия, Латвия. Победу встретил в Кёнинсбере. За службу он получил ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Два ордена Красной Звезды, медали за боевые заслуги. Я бы с удовольствием был среди гуще молодежи. Все-таки я за свои 100 лет много видел, пережил и хорошего, и самого гадкого. Сегодня Хамит Канаматов 101 год ведет активную жизнь. Встречается со школьниками, читает новые материалы о битвах и даже хочет написать книгу. Такое поздравление станет еще одним приятным воспоминанием для ветерана. Хочется вам пожелать силы и здоровья. Вот уже вы 100 лет пережили, еще вам 100 лет такой же бодрости и силы. Мы вас очень любим, ценим, дай Бог вам здоровья. Мира на всей планете Земля. За это мы боремся и будем бороться до конца. Спасибо деду за победу! Героизм, мужество и отвага – это ориентир для патриотического воспитания молодежи. Завершилась акция вручением цветов, подаркой, совместным фото на память. Дарья Тендит, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В День Победы участники СВО получили особый гуманитарный груз от жителей Карачаева Черкесии. Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства Карачаева Черкесии сформировал для них большой груз – 8 тонн. Это продукты питания, питьевая вода, изделия местных производителей. Подарки к празднику получили солдаты, проходящие службу в составе 100-й отдельной разведывательной и 34-й отдельной горной мотострелковой бригад. Об этом рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Школьники Карачаева Черкесии также внесли вклад в эту акцию. Они написали нашим солдатам теплые поздравительные письма и сделали открытки своими руками. «Нашим ребятам, которым сегодня очень непросто приходится на передовой, и думаю, что то внимание и ту заботу, которую проявляют жители нашей республики, меценаты, благотворители, организации, она всегда будет своевременной и нужной, потому что то, что мы сегодня делаем, это, конечно, тот неоценимый вклад в нашу общую большую победу». Песни Победы исполнили и в обществе слепых. Праздничную концертную программу инвалиды по зрению подготовили сами. Роль песни в годы войны была высока. Она помогала не падать духом, призывала быть стойкими, сильными, утешала и вдохновляла на боевые подвиги. «Благодаря музыке того времени мы способны ощутить на себе ту чудовищную тяжесть материнских слез и ту радость, которую испытал народ в 45-м году», сказал председатель Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Активисты поддержали акцию «Портрет памяти». Сергей Дубовик поздравил всех участников войны с праздником, пожелал здоровья и благополучия. В завершении мероприятия «Минутой молчания» почтили память советских солдат, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо. Мы этот праздник всегда отмечаем вот с таким концертом, помпезно, чтобы все-таки помнили про них. Ну, самое главное, чтобы никто не забыт был и ничто не забыто. Ну вот, это наши защитники Родины. Хочу поздравить вообще всех участников войны, Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Они пережили страшные годы. В Черкесске состоялось заседание коллегии Министерства здравоохранения Республики под председательством руководителя ведомства Казима Шаманова. На собрании отчитались за прошлый год и наметили планы на текущий. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Основным докладчиком выступил министр здравоохранения Республики Казим Шаманов. По словам министра, успешно реализуется национальный проект здравоохранения, в рамках которого строятся новые лечебные организации, проводятся капитальные ремонты ветхих зданий, закупаются оборудование, а также лекарственные препараты. Оказатель смертности в 2021 году снизился в сравнении с 2021 годом на 21%, но еще не достигли только пандемийного уровня. По-прежнему болезни системы кровообращения являются главными причинами смертности и закономерно имеют наибольший потенциал, потенциальный вклад в рост продолжительности жизни по 40% от общего числа умерших. Оказатель смертности от злокачественных новообразований внешних причин достигли значения ниже 2019 года. Вместе с тем занимают вторую строчку смертности. На третьем месте это внешние причины. На коллегии говорили о своевременной и полной реализации всех запланированных мероприятий национальных проектов здравоохранения и демографии, выявляемости заболеваний на ранних стадиях, своевременном и полном обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан, доукомплектования квалифицированными медицинскими кадрами системы здравоохранения республики. Важнейшим инструментом достижения национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни являются национальные проекты здравоохранения и демографии, реализация которых осуществлена практически в полном объеме. Главная цель текущего года добиться роста продолжительности жизни населения за счет снижения смертности. В этом году будет подготовлено 6 психологов, будет создано региональное отделение фонда поддержки участников СВО. Также говоря о диспансеризации, то она должна активно инициироваться самими докторами среди населения. С 2018 года возобновлена программа «Земский доктор». За последние 5 лет привлечены и осуществляют главную деятельность 141 врач. В 2020 году планируется привлечь 20 врачей в сельскую местность по следующим специальностям. Врач-педиатр, врач-терапевт, врач-анасиолог, врач-хотоларинголог, хирург, психиатр и врач-термогенировок. Было подчеркнуто, что в отрасли трудятся настоящие профессионалы, благодаря которым улучшается качество медицинской помощи населению. Необходимо, чтобы каждый житель республики, независимо где он проживает, в городе или селе, чувствовал себя уверенно, что в нужное время медицинская помощь придет к нему. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Делегация Карачаева-Черкесии приняла участие в промышленном форуме, который прошел в столице Узбекистана, Ташкенте. Нашу республику представляли заместитель председателя правительства Ирина Гербекова, а также руководители сосудистого центра и онкологического диспансера Марат Тимрезов и Зубер Махов. В 2023 год главой КЧР Рашидом Тимрезовым был объявлен годом промышленности, и прошедшее в Ташкенте мероприятие вызвало у делегаций из нашей республики повышенный интерес. Наметившееся сотрудничество Карачаевой-Черкесии с узбекскими коллегами планируется развивать и в дальнейшем. В рамках Росатома это лучевая диагностика и лучевая аппаратура, бракетерапия и прочее оборудование. Очень интересно было представлено компанией Метис оснащение для производства протезов нижних конечностей, что в наше время тоже достаточно актуально. Мы знаем, что Узбекистан, как регион, который производит хлопок и, соответственно, имеет мощную текстильную промышленность, мы ознакомились с огромным перечнем различных перевязочных материалов, которые тоже в современном мире очень нужны. Помимо этого было представлено производство медицинских расходников, что очень актуально, поскольку затруднена сейчас доставка, допустим, стендов коронарных и других расходных материалов для онкологии и для кардиологии, то в первую очередь нас заинтересовал этот вопрос. В станице Преградное проходят всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе, посвященной памяти героя России, генерал-майора авиации Канамата Баташева и 78-й годовщине Великой Победы. 350 спортсменов из 20 регионов страны принимали участие в трех видах борьбы. На открытии турнира побывал Алихан Лепшоков. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди студентов собрал лучших борцов со всех регионов страны. Схватки проходили по нескольким дисциплинам. Греко-римская, вольная борьба среди парней и девушек. От имени главы республики всех участников поприветствовал председатель народного собрания Карачаева Черкесии Александр Иванов. Сегодня мы проводим эти соревнования под эгидой нашей партии «Единая Россия». И мы никогда не должны забывать подвиг нашего великого земляка, который прославил нашу республику и вся страна узнала, что у нас есть такой герой. Данные состязания посвящены памяти героя России Канамата Баташева. Именно на примере таких людей необходимо воспитывать нашу молодежь, отмечали собравшиеся. Это нужное дело. Наши младшие должны сдать подвиги наших старших. И, конечно же, низкий поклон фамилии Баташевых за такого уважаемого старшего сына. И хотел бы пожелать всем спортсменам, чтобы победил сильнейший, а болельщикам ярких схваток. Организаторы соревнования уверены, что масштабный турнир будет способствовать укреплению дружеских отношений между различными спортивными школами борьбы регионов России. «Сегодня мы вспоминаем героя России, генерал-майор авиации Канамата Хучейча Баташева, и посвящаем его память эти спортивные соревнования. Хочу пожелать участникам соревнований красивой и честной борьбы. Пусть победят сильнейшие». В состязании принимали участие борцы-студенты из Мариупольского государственного университета имени Куинжи Донецкой Республики. Преподаватель этого вуза и судья международной категории Андрей Матиченко выразил свою благодарность организаторам соревнований. «Мы очень благодарны. Мы от нашего университета привезли письма о благодарности. Еще раз верим, что город наш возродится, и мы сможем достойно представлять свой край на таких престижных соревнованиях». На открытии присутствовали известные спортсмены, которые поздравили участников и наградили тех, кто помог в организации турнира. «Всокую технику и волю к победе демонстрировали участники соревнований. Эти состязания помогают приобретать необходимый профессиональный опыт», отмечают борцы. «Это большой опыт для нас, очень помогает нам в борьбе в будущем, чтобы мы лучше выступали на таких всероссийских международных турнирах. Моим партнерам по команде хочу пожелать удачи, чтобы им повезло больше, чем мне, чтобы они выиграли все свои встречи». По итогам соревнований три медали завоевали борцы нашей республики. Серебро у Денислама Булурова и Ануара Чагарова. Бронзу взял Марик Шебзухов. Победители разных весовых категорий примут участие в чемпионате России и на международном фестивале университетского спорта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова